Всем привет и прекрасного настроения! С вами Михаил Кудрявцев и я, Татьяна Дудчак, специальный для канала Dance With Me. И сегодня мы разберемся с таким очень актуальным и популярным вопросом, как перейти с четверки на трешку. Сами понимаете, в четверке вы максимально музыкальны, у вас всегда движение начинается на счет 1 и заканчивается на счет 4 либо 8. То есть вы, получается, всегда находитесь в музыкальных квадратах. С этим проблем никаких нет. А что же делать на трешке, ведь там музыка по-прежнему квадратная, а базовый шаг нет. Это на самом деле взрывает мозг, потому что понятно, что если мы станцевали, ну, допустим, американку на трешку, мы, получается, использовали из 8-6 счетов. Что же делать? Забить ли, получается, на акценты и на счет 1 вообще забить и просто танцевать, ну вот как танцуются по последовательности элементов? Или же как-то все-таки можно привязать танец на трешку к квадратной музыке? Вот об этом сегодня с вами и поговорим. Давайте в самом начале, на мой взгляд, озвучу достаточно банальную мысль, но она должна здесь существовать. Ритмичность и музыкальность — это про разное. В музыкальность ритмичность входит, в ритмичность музыкальность не входит. То есть вы можете танцевать ритмично, но не музыкально, и это как бы условно по бинарному критерию окей. А теперь давайте разбираться, что с этим делать-то. Первый момент, про который нужно сказать. Естественно, есть элементы, которые, скажем так, включают в себя базовое окончание по принципу дискофокса синкопированное, при этом разложенные на восьмерки. Ну, на самом деле, не обязательно строить танец только из таких элементов. То есть вполне подходят нам вот эти трехсчетовые шаблоны. Просто ваша задача — грамотно их соединять с линейными элементами. И, на мой взгляд, ключ к музыкальному танцеванию трешки на вот таком базовом уровне, когда мы переходим только с четверки на трешку, понятно, что это мы говорим не про уровень чемпион. Для таких вариантов важно просто соединить грамотность линейной фигуры. Ну, например, допустим, вот мы встали, вот мы хотим начинать танцевать на трешку, и мы танцуем американку. У нас получается раз, два и три, четыре, пять и шесть. Что же делать? У нас еще целых два счета осталось. Если мы сейчас пойдем семь-восемь, у нас синкопа придет на и раз. Это так себе. Ну, то есть, в принципе, опять же, это ритмично, но это не очень музыкально. Давайте, наверное, здесь сделаем паузу. Если вы укладываете синкопу на и раз или и пять, это не является проблемой с точки зрения ритмичности. Вы красавчики. Но это проблема с точки зрения музыкальности. На уровне RS0 вообще не проблема. Главная ритмичность. Я вам даже скажу, наверное, на уровне, в принципе, всего RS. Главная ритмичность. Музыкальность есть, клево, да, это вишенка на торте, это чизкейк, который вы обожаете, но это не основное блюдо. Дальше. Куда в идеале лучше всего укладывать базовое окончание, раз мы начали об этом говорить? Лучше всего на и восемь. Да, это прям оптимальное решение со всех точек зрения. Ну, это вы в любом случае сможете сделать не с места, да, вы не можете стоять такие пять, шесть, семь и восемь. Да, так в любом случае не будет. Поэтому мы с каких-то элементов будем заходить на эти базовые окончания и восемь. А если вы начали, в принципе, свой танец с базы, то есть это уже не будет и восемь. Да, все равно так делать можно, и это будет музыкально, если вы потом, вот вы закончили на и шесть базовое окончание, потом выйдете в какую-то точку. Например, через классический поворот зайдете в раскрытие семь и восемь раз. Вот у вас в акцент произошла точка. Вы красавчики, все, вы музыкальные. Вы простояли, например, два счета здесь, да, вышли раз, два. Дальше у вас в любом случае пойдут какие-то линейные элементы, не завязанные на базовом окончании. А значит, здесь вы можете танцевать точно так же, как танцевали в четверке. То есть все линейные элементы вообще никак не отличаются в трешке или в четверке. То есть вы стали, допустим, делать три и четыре, пять и шесть, семь, восемь раз. Удивительно, мы опять пришли в точку, в акцент, и мы снова музыкальные. То есть получается, что здесь у нас нету привязки только лишь к счетам три-четыре, да, но счет раз мы все равно стремимся выделять. Пупсики, у нас существует телеграм-канал, в котором нас уже почти 500 человек, где мы стараемся выкладывать каждый день полезный контент для вас. В связи с этим искренне рекомендую на него подписаться. Обязательно здесь оставлю QR-код, да, в описании будут ссылочки. Проходим, подписываемся и каждый день интегрируем в себя что-то хорошее. За что-то хорошее отвечает Татьяна, за что-то нет я. Вот такая у нас история. Одна из самых больших проблем в том, что до уровня Champion у партнеров есть страх нельзя стоять, надо куда-то бежать, надо срочно суетиться, танцевать в миллиардах хореографий, желательно за полтора счета, да, ведь в следующие полтора можно их не успеть. Так вот, как бы это ни звучало, не надо много танцевать. Научитесь стоять. Если вы понимаете, что по внутренним ощущениям вы как-то там что-то не то делаете, не музыкально, не ритмично и так далее, тогда выбирайте любую точку, любую, и внутри этой точки просто постойте. Помним вот эту странную тенденцию, если мужик оказался в любой конечной позиции, он не кривой, не косой, да, он не воняет, вот эти все приколдесы, то он просто невероятно крутой. Партнерша поначалу с вами постоит вместе, потом и скорее всего она вспомнит, что у нее есть стайлинг, у нее есть другие части тела, которые могут сделать вашу конечную позицию не просто интересной, но еще и невероятно вкусной. Поэтому для того, чтобы ответить на тот вопрос, который озвучила Татьяна, я рекомендую почаще использовать любые осознанные конечные позиции и внутри них постоять то количество времени, которое вам кажется максимально оптимальным. Итак, вот Михаил озвучил очень важную мысль про то, что идеальным было бы укладывание базового окончания в И8, но понятно зачем, да, чтобы у нас следующий новый элемент начинался на новую музыкальную фразу. И здесь как раз идут в ход те элементы, которые у нас в эти счета укладываются. То есть, например, мы делаем классическую американку раз, два и три, а выход делаем не классический. Мы используем внутренний поворот, делаем 4, 5, 6, 7, синхронизационный шаг и 8, базовое окончание. И дальше, если, например, партнер там хочет сделать какой-нибудь красивый ванфут или какое-то еще другое действие, это действие пойдет четко на счет раз. То есть вот такие связки, например, да, с добавлением вращений нужного количества, да, чтобы добить до И8. Обязательно используйте, это вам поможет укладывать именно в восьмерки ваше базовое окончание. Единственное, надо с вами договориться об одной такой суперважной вещи. После того, как вы танцевали какую-то линейную связку, вращали партнершу или были в какой-то позиции, для того, чтобы она пошла в базовое окончание, недостаточно просто сделать И8. Там обязательно присутствует синхронизационный шаг. То есть давайте с вами сразу будем закладывать два счета на выход в базу. То есть у нас будет 7 и 8. Вот это очень важный аспект перехода после чего-то не базового во что-то базовое. То есть в первую очередь это синхронизация. Соответственно, если вы хотите, например, вращать партнершу, как мы сейчас делали с Михаилом, и после поворотов выйти в basic в И8, обязательно вам нужно закончить вращение на 6, на 7 синхронизоваться, на И8 отсинкопировать. Смотрите, только что фактически мы поговорили о том, что за счет многократного увеличения количества поворотов мы можем создать условия, при которых базовое окончание будет укладываться в нужный для нас счет. Мы также сможем сформировать конечную позицию в нужный момент времени. Например, давайте ту же самую хореографию возьмем. Смотрите, завожу партнершную американку, у меня получается 1, 2 и 3. Дальше я продолжаю вращать ее 4, 5, 6, 7, 8 раз. То есть за счет поворотов я могу себе организовать удобные условия для фиксации конечной точки в сильную долю. Это считается хорошо. Поэтому используем. Раз мы начали об этом говорить, давайте дальше. Какие еще лайфхаки часто спасают? Например, опять берем нашу любимую американочку, это же самый любимый элемент. Мы хотим, давайте снова точку, в сильную долю, при условии, что мы зашли в американку. Что я могу себе позволить сделать? Я могу сделать 1, 2 и 3. А дальше, внимание, мы осуществляем волну, либо только я, либо если партнерша захочет, подхватит, да, и мы это делаем 4, 5, 6, 7, 8 раз. И у нас снова конечная позиция в сильную долю. Если вы чувствуете, что ваш кошелек вам жмет, ваша карточка набухает, тогда система донатов для развития этого канала вам подходит. Мы принимаем любые суммы в любых количествах.